Вся и любая реклама Но если ты купишь посудомоечную машину, то будешь более совершенным, более счастливым. Вот и все. Это допущение, исходящее в этом самом деле. Да, значит мы счастливы и приобретаем массу вещей, и реклама нам это навязывает таким образом. А что делает дизайн? Дизайн это вообще делает всю нашу цивилизацию. Вот мы куда посмотрим, куда не посмотрим. Все это проектирование и массовое производство. Проектирование с одной стороны вещей, техники, а с другой стороны языков, коммуникации. Поэтому захватывает и то, и то, и то. Практически если мы обратимся и поищем на человеке что-то не дизайн, мы не найдем. Ну может быть руками сделанные вещи какие-то там уникальные и так далее. То есть современная цивилизация это массовое такое крупномасштабное проектирование. Она читает интерьеров, и кончает техникой, и отдельными предметами. Ну вот дизайн, когда мы говорим, что он производит, проектирует эти формы, там вопросы два распадаются. Один вопрос сводится к исследованию того, как сделать вещи наиболее дешевыми, снизить себестоимость, и сделать эти вещи красивыми и элегантными одновременно. Вот эта линия в дизайне, которая стремится к оптимальности такой, невзирая на потребителя, исходит из того, что бедный человек не может позволить себе дорогие вещи, а бедных девяносто процентов. Вот это называется функционализмом. Вот как правило немецкий дизайн функциональный, и задача здесь создание хорошей формы. Второй вопрос это потребление. Потребление вещей не такое простое, как кажется. Первый же вопрос возникает, если для бедных людей сделать много хороших вещей, дешевых и так далее. Они будут покупать эти вещи или не будут? Они будут часть вещей покупать, но потом не захотят. Почему? Потому что бедные вещи будут напоминать их о бедном их положении. И поэтому бедные люди часто хотят купить какую-то вещь, которая имеет статус дорогой вещи. И вот когда мы касаемся потребления, то оказывается, что здесь имеет значение не просто красивая, элегантная вещь, которая выполняет инструментальные функции, но вещь, которая связана со статусом, престижем, вещь, которая изначально делается дорогой, и к которой также привязывается рекламный имидж, который говорит, что вот это вот такая вещь, вот за ней такая-то легенда важная. И что вот если ты куришь эти сигареты, ты золотоискатель. А если вот эти, Казбек, то ты Казбек, как говорится. Вот и все четко. Вот поэтому отсюда идет дифференциация, и в дизайне начинают проектироваться не только исходя из функциональных соображений, но исходя из потребностей рынка, которые одновременно и формируются. То есть проектируются и дорогие вещи, и дешевые вещи, и очень много-много-много всяких сегментов. Поэтому вот вторая часть – это проблема рынка и сбыта продукции. Ну вот если сегодня говорить о рынке, то мы можем сказать, что некоторое открытие или проектирование в области дизайна, оно сопровождалось также некими экономическими открытиями. Маркетинг, маркет-рынок означает, попросту говоря. Ну, я могу рассказать просто о том, какие были сделаны отдельные открытия в этой области. И прежде всего это связано с символическим потреблением. То есть мы потребляем не только фактически, но прежде всего символически. Из-за этого происходит дифференциация вещей и образов и так далее. Но, грубо говоря, вообще мы потребляем 2% того, что производится. Остальное – мусор и так далее, как говорится. Но, тем не менее, мы почему-то покупаем новые-новые вещи. Ладно, не буду долго все это развозить. Ну, начнем. Чуть-чуть притушу. Ну, начнем с Зингера. Зингер, который запатентовал впервые, так сказать, швейную машинку. И точнее, не саму швейную машинку, а механизм. Ну, Зингер вообще был инженером очень известным. И в историю инженерного конструирования вошел как человек, который очень ловко сделал патент, не указав там, так сказать, предметный инструментальный характер, а указав всего лишь протягивание механизма. На самом деле, как инженер, он изобрел вертикальную иглу, челнок, потому что игла была боковая и так далее. Но не это было главное открытие. Он не из-за этого стал известен. А стал он известен и очень богат. Из-за экономического изобретения – это лизинг, который он придумал. Дело в том, что когда стали производить первые машинки, они стоили 400 долларов. А человек, обычный рабочий, получал за год 500 долларов. То есть машинка стоила годовую зарплату практически. И тогда Зингер предложил следующую схему. Вы можете взять эту машинку, поработать на ней и платить понемножку, понемножку в течение многих лет, выплачивать стоимость этой машинки. Если вам уже не нужна эта машинка, вы можете ее вернуть, так сказать. Ну, потеряете какую-то стоимость. И вот отсюда произошло то, что начали покупать дорогие вещи. В общем, машинка нужна была как инструмент очень многим. И постоянный поток денег получился для Зингера. Ну, теперь мы узнаем, что лизинг есть. Он существует для очень дорогих вещей, таких как самолеты. Они, кроме как в лизинг, не могут покупаться. Дорогие, престижные автомобили. Там типа Rolls-Royce можете в лизинг. А некоторые машины, как McLaren, вы и в лизинг не можете купить. То есть вы сначала должны доказать, что у вас вообще есть деньги, прежде чем закажете ее. Но неважно. Зингер стал настолько богат, что на старости лет его жизнь превратилась просто в одну большую склоку. Из-за того, что у него было пять официальных жен, куча любовниц, куча наследников выросла, и все начали делить это наследство. И вот он, так сказать, в жизни получил очень много интриг и развлечений на старости лет. Вот первые машинки, которые были. Но это еще машинки, которых мало было применено дизайнерское проектирование. Впоследствии стали работать над формой. И вот современная машинка Zinger, которая компактна, уже совершенна и так далее. Но поскольку производство развелось, потерял смысл приобретать их в лизинг. Уже лизинг это не для этих вещей. Массовое производство сделает товар доступным. Вот самая известная в области дизайна машинка, которая принадлежит у нас одному из знаменитых дизайнеров. Это, видите, она, Марчелла Ницсоли. Она имеет вот такую очень плавную линию, которая получила название линия Ницсоли. Вот это и есть такой элегантный, очень тонкий дизайн. И недорогой, в общем-то, продукт. Следующая позиция. Война брендов в области экономики. Я сказал, что мы потребляем символически. И поскольку рынок был насыщен к 50-м годам сигаретами, а сигареты, в общем-то, на вкус практически одинаковые. Там можно рассказывать, что там табак турецкий, там еще какой-то. Но практически они мало чем отличаются. Поэтому возникла проблема, чем отличить группу сигарет, которые продает одна фирма, от сигарет других. И отсюда на первый план вышла реклама, которая сформировала определенные образы вокруг каждой сферы сигарет. Ну вот пример первой вещи. Это перепозиционирование сигарет Мальбора, которые были женскими. И для них, для того, чтобы их сделать мужскими, придумали легенду об американском ковбое. И, соответственно, на мужчину, который курит эти сигареты, он, соответственно, получает подсознательно представление о себе, как о таком крепком и другом ковбое. Соответственно, другие сигареты не могут занимать этот рынок. Вот пример рекламы, которая идет в 50-е годы. И за сигаретами, я повторяю, товар одинаковый. Этого одинакового товара к 80-м годам становится практически. Вы ничем не можете мне доказать, что авторучка вот эта отличается от другой. Кругами как брендом и имиджем, который на нее навешан. И он добавляет к ней. Но поскольку мы потребляем головой, то я хочу быть ковбоем, а я хочу быть, допустим, очень красивая реклама, такая американская, аутентичная. Да, а я хочу быть путешественником, поэтому в другой группе продаваемого товара довешивается легенда о путешествиях. Это Кэмл, да, идет. Соответственно, группа... И современная реклама агентства «Сачи и Сачи», которая очень креативная, она создает, вот, используя гештальт-психологию, рекламу тоже «Сигарет Кэмл», целая группа там реклам с вот этими путешествиями и приключениями. Так, «Сачи и Сачи» тоже самое. Вон, верблюд у вас там раздут вертолетом. Третья позиция была достигнута благодаря Реймонду Лоуи, который создал пачку для других сигарет. Это «Лаки Страйк». Это произошло во время войны. Первые сигареты были упакованы в зеленую упаковку, она стоила дорого, там хром добавлялся. Реймонду Лоуи сделал простое оформление и сделал оформление этой пачки на двух сторонах. Как вы не киньте пачку, все равно реклама вам попадает в голову. Отсюда вот сигареты для золотоискателей. Соответственно, кем вы себя мыслите, то вы и курите. А на самом деле продукт один и тот же. То есть вот это называется позиционирование, то есть то место, которое занимает в голове у потребителя данный товар. Следующая проблема была связана с ручками, которыми мы все пользуемся. До 40-х годов выпускались ручки «Паркер» в основном. Это очень дорогие поршневые ручки. И стоили они очень дорого. Начинали с 25 долларов. Ну, 25 долларов в те годы – это очень большие деньги. И развивались эти ручки в сторону применения все более дорогой пластмассы. Рассказывалось, что она переживет человека, наращивался престиж и так далее. Но ручка – это вещь массового потребления, да? А основная масса людей, в общем-то, не могла себе позволить авторучку. Ну, к этому времени, к 40-м годам, Лас-Лабиро изобрел шариковый механизм, но продвинуть эту ручку не смог. И тогда, после войны Второй мировой, Марсель Бик, француз, купил у него патент и предложил различным заводам произвести ручку, шариковую, которая будет стоить полдоллара. Мы сказали, такое невозможно. Нормальная ручка вообще-то начинается с 20 долларов. Куда он не приходил, ему сказали, пошел вон, ты мошенник. Тогда Марсель Бик открыл свой завод и создал первые шариковые ручки. Вот эти первые шариковые ручки в первый же тираж приобрели громадный спрос. Причем он сделал их пластмассовыми, прозрачными, для того, чтобы было видно, что сколько пасты остается. Он очень долго не мог. Он задумал эти ручки как разовые. Вы их пописали, должны были выкинуть. И никак не мог эти ручки продать на американский рынок, потому что американцы не могли смириться с мыслью, что надо выкинуть. Тогда он сделал им пробочку вот здесь, пробочку вот здесь. И сказал, что можно стержень вынуть и вставить туда. Вообще пробочки этой не было изначально. Ну и тогда дело пошло. Так вот, благодаря изобретению вот этого дешевого товара, кстати, если вы пойдете в ларьки сейчас, вот ручка Бик самая дешевая на сегодняшний день. До сих пор. До сих пор. Я специально взял, сравнил. Она стоит 6 рублей. Как ни странно. Да, ручка фирма Бик приобрела гигантские деньги. Просто гигантские. Обнаружилось, что если мы продаем очень дешевые товары, массовой такой необходимости, получаем очень большие обороты. Гораздо больше, чем у Паркера. Но у нее были также и преимущества перед поршневой ручкой. Во-первых, ей можно было писать под водой, чего нельзя, чернилами. А также на высоте 10 тысяч метров. То есть летчики могли писать при разряженной атмосфере. Отсюда разовый товар вошел в нашу жизнь. Стоил копейки, зато принес большие доходы. Следующее, что изобрел Марсель Бик, это разовую бритву, которую тоже надо было побрился и выкинул. Вот цивилизация превращается в одни отходы, по сути дела. А следующее изобретение, разовая зажигалка теперь, которая у нас около кассы продается. Она стоит там 10 рублей. Но эта зажигалка выдерживает 3 тысячи зажиганий при этом. Но это столько не надо. Там кончается газ или бензин, его выкидывают, газ в данном случае. Вот таким образом за свою жизнь он внедрил три вот этих разовых предмета. И фирма приобрела гигантские обороты, изобретя всего лишь разовые вещи. Икея. Следующая фирма, которая изобрела особый способ продаж мебели. В чем особенность была? Ну, особенность с мебелью была в том, что производили гарнитуры очень долго. А вот Ингвар Кампрат начал с того, что стал, придумал сделать мебель такую, что можно ее упаковать в плотскую упаковку и отправить по почте. Вообще эта идея не новая, потому что еще стул Тонет был в 19 веке и запретен таким образом, там 36 стульев. Но интернета не было. И первое, что производил Ингвар Кампрат, это гигантское количество буклетов, которые рассылались по всему миру. И даже когда попытался один из магазинов скопировать это все, не получился объем таких каталогов. И вот по каталогам заказывали мебель, и в плоской упаковке эта мебель рассылалась. Затем была выдвинута идея о том, что надо строить большие такие супермаркеты для продажи этой мебели и снизить себестоимость вдвое за счет того, что супермаркеты строятся за городом, на дешевых землях. Вот в Англии это не получилось, потому что не было за городом. Зато в других государствах получилось. С инфраструктурой, с подъездными дорогами это все равно дешевле, чем аренда земли в городе. Вот такое. И второе, сама вывоз продукции. Вот это удешевляло продукцию в несколько раз. В два раза точно, по сравнению с другой мебелью. Но скрытые секреты Кии даже не в этом. А в том, что производитель мебели стал, грубо говоря, наклоняться. Ну, скажем, нужно произвести столько-то табуреток. Производитель говорит, что та табуретка будет стоить 50 долларов. Икея говорит, а мне надо, чтобы ты произвел за 25 долларов. Он говорит, нет, невозможно, будет некачественная мебель. Хорошо, говорит Икея. Ты понимаешь, какие у нас масштабы? Миллионы. И они берут, отдают этот заказ фирме, которая производит окна или что-то другое. Она говорит, да, мы выходим на рынок, мы возьмем, сделаем за 25 долларов. Таким образом, ну, некачественный, как это сказать, не очень хороший подход в этом происходит. Те производят за 25 долларов, соответственно, снижается в определенной степени качество. Но, тем не менее, достигается главная цель. Главная цель – это снижение себестоимости мебели по сравнению со всей другой. Плоская упаковка, самовывоз, супермаркеты за городом. И вот это вот нагибание фирм-производителей или размещение производства, разумеется, в дешевых странах, типа Индии, Китая и так далее. Ингвар Кампрат стал человеком, который вышел в списках Forbes на первое или на второе место. То на первом месте Билл Гейтс, то на первом месте Ингвар Кампрат. Вот так. Благодаря вот этой идее. Мебель Киев. Ну, вы ее знаете. Бывают очень неплохие вещи. Скандинавский дизайн, но он вообще функционален. Вот такие у нас. Макдональдс, который нам известен. И известен прежде всего тем, что изобретена была франшиза в связи с этим. Значит, ну, саму кухню быстрого питания изобрели братья-макдональдсы. У них была там забегаловка обычная около дороги. Однажды им пришло в голову, поскольку водители останавливались, им надо было быстро-быстро-быстро. Им пришло в голову сделать такой вот конвейерный способ производства и ускорить вот это все изготовление и подачу пищи. Для этого они взяли, начертили на полу кухню, расставили поваров и стали следить за тем, какие движения они делают. Переставили их, вот этот способ проектирования, и получился конвейер. И второе, что они сделали, они убрали лишние продукции или стоять 10 стандартных продуктов. Там, картошка фри, то, то, то и то. Ну, вот знаете там. Так они и были бы никому неизвестными людьми, если бы они не наняли через год управляющая Рэя Крока, который решил открыть филиалы. И задача, которую поставил Рэй Крок, заключалась в том, чтобы открыть филиалы во многих странах. Вот. Но если вы открываете чужой филиал, у вас и сложное налогообложение, и могут запретить, мешать, и так далее, и так далее. И вот тогда ему пришла идея открывать, продавать бизнес. Продажа бизнеса – это продажа рекламы, фирменного стиля, кухни. Это принадлежит человеку, допустим, России или еще какой-то страны. Но человек каждый месяц по определенной формуле отчисляет деньги в центр Рэя Кроку. В конце концов, Рэй Крок выкупил и самих ресторанчик Макдональдсов, и раскрутил сеть гигантскую на всю страну. Почему это важно, оказалось, продавать бизнес? Да потому что, если человек открывает собственное дело, как правило, из 10 проектов 10 умирает. Потому что он тратит силы, он не знает, что делать надо, что не надо. А тут готовая имидж, готовая схема, что надо производить. Проблема, которая стояла при создании Макдональдса, это фастфуд, кухня быстрого питания, это воспроизвести стандарты вкуса. Ну, если вы попадаете в Париж, или дети всегда орут, Макдональдс, потому что, или в Китай, вы знаете, что там будет одно и то же, и вкус конкретно такой. Стандарты вкуса. А как это сделать? Прежде всего, его поразило, что у Макдональдсов была очень вкусная картошка, вот эта вот, фри. А картошку, он никак не мог получить этот вкус, который был у них. И потом он, обратился, а где они ее берут? Они, оказывается, брали ее в Калифорнии, где эта картошка высушивалась в пустыне на ветрах. И тогда он создал, поняв, что тут нужны специальные аппараты, он специальный аппарат для производства этой картошки, то это не так, как типа в жир кинуло, и она там поплавала и готова, да? И вот эти аппараты, они создают определенный стандарт вкуса в любой стране, в которую приходит Макдональдс. Вот Макдональдс стал одной из гигантских фирм, которая принесла, если, так сказать, БИК принес нам разовые предметы, то этот принес нам фастфуд, попросту говоря. кухню, к которой есть нельзя. Самый взаимый персонаж, который после Санта-Клауса, это персонаж, который рекламировал первый Макдональдс, он ходил среди детей, развлекал их, и фирменный стиль стали специализировать, как детские игрушки, поэтому дети тянутся, там им игрушки, там вот эти штучки, все это интересно. Это специально сделанный целый фирменный стиль и персонаж. Ну, вот это полная отрава, которая приносит большие деньги и мало стоит. вот она. Следующая позиция, это война газировок, так называемая. Следующий чистый яд, значит, это изобретение Кока-Колы в конце 19 века, это был напиток в аптеках, в который добавлялась кола, и он стимулировал, ну, соответственно, тонизировал, попросту говоря. Но с 1903 года Кока была признана наркотиком, запрещена, и поэтому напиток стали делать без добавления Коки, но само название Кока сохранилось, и оно, так сказать, вызвало определенный интерес. Этот напиток сделали сладким и превратили в лакомство. В 1916 году Александр Самуиль изобрел вот эту бутылочку знаменитую, которая имеет, с одной стороны, кажется, что форму женской фигуры, но на самом деле она такую форму имеет, потому что была рассчитана на жаркие страны и не должна была взрываться в жарких странах. Соответственно, она маленькая, но продается она сейчас у нас маленькая, дорогая. Она была рассчитана на автоматы американские и продавалась через американские автоматы. И вот эта бутылочка стала символом Кока-Колы. Здесь получилось, что бренд слился с самим предметом. Но это знаменитый персонаж в 1930 году, который придумали в ходе рекламной кампании, заставил детей всех потянуть к Кока-Коле. Кока-Кола стала любимым напитком детей. Потом персонаж отделился и стал гулять без всякой Кока-Колы. Кока-Колу специальными маркетинговыми средствами распространяли на всю Америку. Потом она стала официальным напитком американской армии, поскольку поставлялась непосредственно, поскольку после Второй мировой войны американские войска оказались везде, то американцы были очень богатыми, Европа была разрушена, страны были разрушены, бедные, несчастные, Америка нажилась на этом всем. И американские солдаты имели лакомства и особенности. Они очень хорошо выглядели. И весь мир стал завидовать американским солдатам, которых была Coca-Cola. Соответственно, реклама Рэй Мандалуи, которая уже Coca-Cola символизирует Америку на качестве напитка. Некоторые вещи стали вообще символами Америки. Это Макдональдс, Coca-Cola, Apple и другие вещи. То есть они приобрели такой символический смысл, что или статус, что символизировали Америку. И несмотря на то, что происходили ошибки в рекламной кампании, но есть анализ, там считается, что только одна рекламная кампания удачна, несмотря на то, что вся практически рекламная кампания на протяжении 100 лет была ошибочной, тем не менее символический статус Coca-Cola все равно заставляет людей потреблять ее во всем мире. Вторая современная вариация рекламы Coca-Cola, французская реклама и современная реклама Coca-Cola. Наша реклама Coca-Cola. Второй напиток, который в 2025 году выкинут был противовес Coca-Cola, это Pepsi-Cola. Pepsi-Cola выбросили в бутылке в два раза больше за ту же цену. А Coca-Cola не могла изменить бутылку, потому что она выдавалась в аппаратах. В результате рекламная кампания заключалась в том, что тот же напиток похожий, так сказать, но по той же цене, но в два раза больше. В результате сразу было отсечено 25% рынка. Pepsi-Cola визуально очень долго была похожа на Coca-Cola и потом ее пришлось перепозиционировать, ввести синий цвет, на что ушло очень много денег. И для того, чтобы отличить себя от аутентичного первичного продукта, она стала позиционироваться как молодежный напиток, предназначенный именно для молодежи. Вот здесь мы видим реклама сметанная, одна из таких. Но проблема до сих пор войны вот этих двух брендов заключалась в том, что символический смысл Coca-Cola настолько силен, что в некоторых жарких странах не желают пить пепси-колу. На самом деле дрянь одна и та же. В общем-то, там где-то семь ложек сахара, которые вы в чай никогда не положите. А, скажем, интервенции в Латинскую Америку, скажем, Бразилию, в Аргентину, в эти женские, проталкивание пепси-колы, ничего не получается. Но почему не получается? Там 400 миллионов там затрачивается, все равно не получается. А потому что латиноамериканцы пьют американцы. Американский напиток, понимаете, они пьют напиток богатых людей. А пепси-кола что это такое? Ну, для нас это все равно вообще-то. Пепси, она или кока и так далее. Вот. А вот это я говорю к тому, что очень силен символический смысл бывает, который закрепляется за объектом. Связан и с рекламой, и с маркетинговыми способами продвижения и так далее. И нарабатывается за определенную историю. И даже если вы делаете ошибки, все равно бренд сильней. Хотя исходный продукт, как и сигареты, одно и то же практически. Это современная реклама пепси, молодежная. И 3D реклама, тоже вариация рекламы пепси. Сачи и Сачи тоже реклама пепси-колы. Здесь вот маленький аквалангист там плывет, тоже используется. Между этими двумя брендами удалось встрять еще лимонному напитку Севанат, который позиционировал себя как не кола. Это знаменитый ход, который позволил отделить. На самом деле есть две большие корпорации пепси и кока, которые производят и группы лимонных и так далее. Но самым эффектным была первая компьютерная графика, которая дала представление необычное для восприятия. Она повлияла так же, как и слоган Никола, на то, что появился еще один, еще одна группа лимонных напитков. война в области часовых брендов. К 80-м годам японские часы функциональные заполонили Европу и представлений сейчас есть их очень полно. Они простые, дешевые, электронные и так далее. И практически, когда появилось очень массово вот эти Кассио и другие вещи, европейцы перестали покупать швейцарские часы. Швейцарские часы, во-первых, дорогие, во-вторых, ручной сборки, третьих и так далее, несмотря на великое швейцарское качество, легенды и так далее. И тогда, чтобы выбить с рынка вот эти вот часы, был придуман идея свотч, вот этих часов свотч, которые, как и авторучка биг, одноразовые. То есть, они были придуманы для того, чтобы выносили аксессуар. Стоимость, создавались они и создаются с помощью штамповки, себестоимость полтора доллара. Но, но, была идея пригласить великих дизайнеров и художников для того, чтобы каждую партию сделать именным дизайном. И поэтому возникли так называемые коллекции. И вот каждые полгода меняются эти коллекции, которые становятся уникальными такими продуктами, и которые вы носите как аксессуар, а не только как часы, дополнение к костюму и так далее. Это первая такая спортивная модель. Вот одни из часов Александра Мендини. Это один из знаменитейших дизайнеров итальянских, современных. У него целая серия. Каждый дизайнер выдает сериями. И вы сейчас можете подойти и спросить, а есть вот, скажем, серия знаменитого дизайнера какого? Обычно прикрыта брендом, не говорят. бывает можно и доискаться. Вот вариации этих часов. Часы выбили японские, поскольку и себестоимость, и произведение искусства, а швейцарские часы стали покупать как часы престижные. Престижные часы швейцарские мы поняли, что никак не могут быть электронными. Они только механические, а не только с высокой частотой и так далее, и так далее. Всего 180 примерно брендов швейцарских и, как правило, это индивидуальная сборка производства, хотя есть там и прочее. На сегодняшний день существует статус этих часов, но поскольку у мужчины ничего нету, кроме костюма и часов, то часы для мужчины конечно показатель его статуса. Это свотч. Но свотч таким образом позволило очень дорогому люксовому сегменту выскочить вперед и убрать лишнее свотч. Вот вариации различные, коллекции. К олимпиаде делаются коллекции, к праздникам могут делаться коллекции, коллекции такого-то дизайнера, там Миндини или еще кого-то и прочее. коллекция сказка. Вот. Да, но вы их не покупаете для того, чтобы они были часами, для украшения костюма, поэтому у вас их несколько обычно, и вы их переодеваете, одеваете, убираете и так далее. Следующее маркетинговое изобретение это Барби, да? Что было здесь изобретено? Ну, продажи сейчас зашкалили за миллиард, как известно. Вообще превзошли вообще все в мире. Значит, ну, иногда считают, что это там сексапильная там кукла. Да, действительно, прообразом послужила одна из сексапильных кукол, которых продавали немецким бюргерам после войны в Германии, да? Ну, на самом деле изобрела это все рудхандлер, американка, которая приехала в Германию и увидела, что вот потребляется такая кукла, она производила, в общем-то, бумажные там игрушки какие-то. И она решила создать для девочки подругу, придав ей там вторичные половые признаки. но это вызвало скандалы в Америке. Первая выставка, вторая там пошлость и так далее. И ее тут же задвинули очень быстро с этими куклами. Но однажды она обратила внимание, что дочка играя с куклой переодевает ее в разные одежды. И она подумала, что дело ведь не в кукле, а в том, что надо создать ей коробку с аксессуарами, с платьями различными и прочими вещами. И вот она выбросила на рынок впервые куклу и коробку с аксессуарами. Кукла была, может быть, стыдно покупать, зато аксессуары покупали все для своих пупсиков, для того всего пятого десятого. Потом она вообще предложила менять кукол бесплатно, зато дети хотели аксессуары. Так же, как в фирме Swatch были приглашены лучшие дизайнеры мира, которые создавали модели и создают до сих пор модели для кукол. И могли лучшие модельеры также поучаствовать, что они сделали в конечном итоге. И поэтому ребенок, получив куклу, в общем, не кукла, это интересовался, для куклы нужны были платья, для куклы нужны были кухни, для кухни много чего. И получилось, что маркетинговый ход состоял в создании вот этой кучи аксессуаров, которые стоили гораздо больше, чем сама кукла. Ну вот варианты Барби от Версачи. Это и есть от Версачи. Платятся большие деньги дизайнерам. Если девочка и мама не могут купить Версачи, то куклу можно одеть Версачи. Барби от Диор, Барби от Кристин Лакруа, Оскар Делорента Барби. Еще один гений маркетинга Эсти Лаудер. Гений маркетинга, который вообще привел к созданию гигантской промышленности по производству косметических средств. И если бы не было Эсти Лаудер, мы бы не получали 2000 новых ароматов каждый год и все прочее. Вообще Эсти Лаудер была дочерью химика и с детства любила делать крема. Ее отец научил. И она носилась со своими кремами, бесплатно их намазывала на подружек и так далее. Но все это было в маленьких масштабах. Она очень любила делать подарки. вот эти кремы для лица и прочие вещи. Она делала, но она не могла попасть в большие сети. Она понимала, что если маленький бутик торговать, ее никто не узнает. И вот однажды, для того, чтобы стать известной, она приехала в Парижскую крупный универмаг и разбила духи попросту, говоря, в крупном универмаге. после чего ее пригласили поучаствовать в продаже в крупных сетях. Но революцию маркетинга она совершила не тогда, когда создавала эти крема, а когда выпустила масло для ванн. В чем была проблема? была проблема в том, что до 50-х годов женщине дарились духи на свадьбу, на юбилей, ну и чего там еще, на похороны, наверное. Больше никак, потому что это дорогой продукт, вот здесь колоушка надо помазать, это роскошь вообще, и все дорого, и шикарно. Айсти Лаудер выдвинула идею, что вообще женщина должна пользоваться каждый день косметическими средствами, поэтому ее знаменитый продукт масло для ванн. И отсюда возникла банная линия, отсюда возникла идея линейки, не только аромат, но мыло, гель для душа, дезодоранты и всякая, всякая серия. Отсюда раскрутилось вот первое ее масло для ванн, которое сейчас, кстати, производит, бренд купил Том Форд и производит, можно купить, как ни странно, вот это он стал воспроизводить, это масло для ванн. Отсюда пошла гигантскими темпами развиваться промышленность, когда женщине на каждый день много чего надо, понимаете, много чего надо, а не только духи раз в жизни. духи надо на каждый день несколько, мыло и прочие вещи. Вот ее считают империей из кастрюльки, гением маркетинга. Статусные предметы, предметы, которые покупаются, невзирая на их техническую отсталость, это у нас знаменитый мотоцикл Харли Дэвидсон, Дэвидсон, да, мотоцикл, говорят, вообще экологически очень плохой, загазованный, не самый быстрый, медленный и так далее, и много минусов, одни минусы, мягко говоря. Но, тем не менее, статус настоящего байкера, это ехать на Харли Дэвидсоне, а не на Кавасаки, понимаете, Кавасаки никак, можно еще на Урале, потому что Урал близок к этому, в отличие, он, да, а в Европе на них не ездят, запрещено, они могут только в Америке или у нас, на, ну вот приезжают каждое лето байкеры, да, значит, проблема в чем, значит, в том, что исходная модель вот этого Харли Дэвидса, она была связана с легендой, вернее, легенда вокруг него крутилась, на ней в 70-е годы ездили ангелы ада, которые торговали наркотиками, там, банды, мордобои и все такое прочее. Теперь, когда мужчина садится на Харли Дэвидса, он вроде как особенный такой, протестный есть и так далее. Но секрет дизайна у него есть. Значит, его исходная модель стоит 20 тысяч долларов, ну такая цена небольшая, но на исходной базовой модели никто не ездит, требуется тюнинг. Тюнинг начинается с 80 тысяч долларов и дальше они могут доходить до миллиона, поэтому, когда вы видите мужиков, приехавших в черный, в Ростов, буль-буль-буль, вот он должен так делать, это 3-5 миллионов сидит только на этом мотоцикле, там, соответственно, на коже и так далее. Тюнингованные мотоциклы, они каждое произведение искусства, то есть все из них не повторяют друг друга, да, попросту говоря. То есть получается, что где-то 100 тысяч долларов это ваш мотоцикл такой медленный, булькающий там, все такое, но зато очень красивый. Вот его даже отделка одного из зеркал, это один из вариантов, и те, кто ездил на них, это фотография 70-х годов, мотоклуб Ангелы Ада, байкеры у нас есть, но у нас тоже есть, да, это, соответственно, как байкер должен выглядеть, но фотографии, кстати, знаменитого фотографа. Фильм Ангелы Ада, соответственно, вот в кадр из фильма. Чопперы, бобберы разные вариации, если вы нажмете в интернете, там выпадет столько этих мотоциклов, что с ума сойти можно. А так вот должен бренд выглядеть, Ангела Ада, и так должен нормальный мужик, который пьет пиво и уехал из семьи уже, как мы заковать, куда-то. Следующая война это проблема с компьютерами. Война в области персональных компьютеров. Ну, вы знаете, что персональные компьютеры изобретены были Стивеном Джобсом с друзьями, и в 1984 году был Apple Macintosh выброшен, а Билл Гейтс похватился об этом только в 1985 году и тоже насытил рынок своими IBM-ками. И отсюда возникло два, две линии производства, это Apple и IBM, причем Apple три раза дороже. Вот, из-за Apple была закреплена идея, что это, так сказать, для людей, которые думают иначе, особенных, это для понимающих, а IBM для таких массовых. Но к 90-м годам Apple Macintosh стал переживать кризис и оказался на грани банкротства. Ход, который вытащил его из банкротства, был придуман дизайнером Джонатаном Айви, который придумал прозрачный монитор цветной. Все мониторы серые, все компьютеры серые, поскольку воспринимались как офисная техника. А Джонатан Айви в Англии выдвинул идею, что компьютеры должны быть украшением интерьера. И поэтому он стал разрабатывать вот эту цветную оболочку. Но не очень долго не получалось, потому что пластмасса нагревалась при работе монитора и становилась матовой. тогда он обратился к исследованию леденцов конфет и взял отчасти технологию производства пластмасс оттуда. А дальше он выдвинул идею, что их продукция должна выглядеть как леденец. Отсюда вот они все такие гладкие, полированные, леденцовые. И в результате всего лишь замены дизайна фирма вышла из финансового кризиса. То есть иногда рекламный ход, иногда ход дизайнерский позволяет выйти на первый план. Хотя технически там ничего разницы не было, ничего не изменили. Изменили дизайн. Вот продукция Apple Macintosh. Война браузеров. В 1094 году был американская сеть интернет была передана гражданским и тогда был изобретен ну да Берин Свернонли изобрел браузер, то есть программу, которая позволяла соединить множество машин и первую поисковую систему, которую создали, это был Netscape навигатор. Вот Netscape навигатор позволял путешествовать по интернету и попадать из машины в машину первый поисковик. Но дело в том, что человек, который вложил туда определенные деньги, через год стал миллиардером, компьютерщики стали миллионерами, этот Netscape навигатор стоил небольшое количество денег и покупался и ставился в машины. Билл Гейтс тоже не обращал внимания очень долго на это все, а в 95-м году, когда увидел, что люди путешествуют по интернету без него и деньги мимо него, он предпринял атаку на Netscape навигатор, он вызвал своих инженеров и потребовал сегодня и сейчас создать поисковую систему. Была создана соответствующая поисковая система Internet Explorer, которую он поставил машины бесплатно. И когда он стал продавать вот эти машины, то люди не понимали, а зачем им платить за навигатор, когда вот же интернет бесплатно стоит. В результате он привел к банкротству данную фирму и предложил им купить их за 1 миллион. Но люди, которые создали Netscape сказали нет и выбросили в открытую сеть исходники для Netscape навигатор. В результате возникло два браузера Opera и Firefox, которые также бесплатно пользовались. Но то, что не сделали люди с Биллом Гейтсом, сделал адвокат этой фирмы, который подал Билла Гейтса в суд за недобросовестную конкуренцию. И американский суд в течение полугода судил Билла Гейтса. Суд там не такой простой для бизнесменов, как нам может показаться. Бизнесмен вызывается под камерами, ему задается вопрос, он должен письменно ответить и устно ответить под камерой. Не ответить нельзя, не явиться нельзя. Его судили в течение полугода и в результате суд вынес постановление, виновен по трем пунктам обвинения. И было рекомендовано разделить фирму Microsoft на две части. И периодически вот этот вопрос о разделении, он всплывает в виде скандала то в Европе, то ли где. Таким образом, он получил определенный шок за свою недобросовестную конкуренцию, а мы получили несколько поисковых систем вот в этой области. Это реклама и антиреклама для поисковиков, антиреклама для браузера Internet Explorer. Вот место, которое занимают сейчас поисковые системы в системе вообще интернет. И сайты соответственно стали создавать самым простым, одним из минималистских стал Google. Поисковые кнопки, навигация и прочие вещи. Война брендов также в области кроссовок Adidas, который выдвинул слоган великий «Невозможное возможно». Да, у них был слоган «С спортом навсегда», но тем не менее «Невозможное возможно» вот такой вот. Это «С спортом навсегда» его. Так, Adidas. Ну и Nike в противовес Adidas выдвинул слоган какой у нас. Просто сделай это. В результате мы покупаем кроссовки по какому принципу? Исходя из размышлений по поводу этого слогана, а не по поводу кроссовок. «Найк победит». Да, непонятно кто кого победит. «Найк» или Adidas. Не победят они друг друга, но не важно. Это реклама для Nike. Так, Реклама кроссовок. Вариация современной рекламы для Nike. «Джинсовые бренды». То же самое. По какому принципу мы покупаем джинсы? То же самое дело в рекламе и в символических вещах. Ну, во-первых, есть две универсальные одежды, вернее, как сказать, два универсальных платья, изобретенных в 20 веке. Первое – это маленькое черное платье, которое было изобретено в Шанель и которое универсальная одежда, потому что меняя аксессуары вы можете идти то ли на вечер, то ли на работу и так далее. Все оно модифицируется очень легко и просто. Вот, в этом смысле маленькое черное платье универсально. Первая же одежда была еще в конце 19 века изобретена Лейба Штраусом. Это джинсы, которые он изобрел, да. Ну, рассказывать это все нет смысла, но неважно. Там была длинная история, но проблема конкуренции брендов возникла только тогда, когда в конце 70-х годов появились так называемые дизайнерские джинсы. Потому что Лейба Штраус, там Супер Райф Ли, там это не дизайнерские. Дизайнерские джинсы те, на которых дизайнер кутюрье ставит свое клеймо, бренд. Вот. Первой такой вот дизайнером была Глория Вандербилд, которая поставила сюда лейбл, и которые были от дизайнера. Вообще долгое время джинсы не воспринимались, их носили то хиппи, то американская армия, то все, 5-10-е, а потом благодаря вдруг резкой конкуренции они вошли в моду и не вышли до сих пор, никогда. В результате возникла конкуренция дизайнерских джинсов. Вот первая конкурентная борьба это была в Америке, поскольку Америка джинсы тоже символы Америки, да, в Америке были две громадные фирмы Кельвин Кляй и Ральф Лорен. И вот один и тот же фотограф ввел первую рекламную кампанию для тех, для других. И для Ральфа Лорена чем же отличаются джинсы одного кутерье от другого? Он придумал, что они должны подчеркивать спортивную фигуру, спортивность человека. А у Кельвина Кляя сексуальность. Отсюда пошла разница в рекламных кампаниях чисто имиджевая. Штаны есть, штаны, да. Запрещенная реклама Кельвин Кляйн современная. Кстати, его брат Стивен Кляйн оказался очень талантливым фотографом, который тоже делает рекламу. Но это реклама Стивена Майзела, по-моему, запрещенная, поскольку слишком сексуальна. Акцент сексуальности то же самое Кельвин Кляйн джинсы. То же самое реклама Кельвин Кляйн. Это наша модель известная вам. Тут джинсовая одежда. Ей джинсы не нужны. У него куртка есть. Куртка есть. Зачем? джинсовая одежда. Так, дизель. Дизель. Дизель начал рекламировать разного рода вещи молодежные. Одна из рекламных компаний была мечты обеспечивать дизель. Ну, мне кажется, не очень удачная. Вот одна из рекламных компаний дизель. Тоже молодежные путешествия с эротическим подтирсом. Вот современная реклама дизель. Итак, есть дизель, Кельвин Клейн, Ральф Лорен. Что? Гэс. Еще одна вариация. И между джинсами очень трудно разоблаяться, потому что имиджи рекламной компании очень близки бывают. Тут очень трудно. Не так, как в сигаретах. Это для путешественников это так четко. Тут не четко, слишком много джинсов. Гэс. Так, Гэс. это Левайс рекламная компания 71-го года. В результате сексуальной революции можно было и так. не обязательно джинсы рисовать, чтобы рекламировать. Мне это нравится больше. А это современные Ричард Тавидон, один из знаменитых фотографов, который вот Левайс здесь только бренд, лейбл только указан сбоку. Да, он позиционирует как независимый человек. Современные вариации Левайс. Левайс приходится тоже бороться, хотя это аутентичные джинсы. И знаменитые фотохудожники привлекаются для решения проблемы рекламы. Это компьютерная графика на Давкандер. Левайс рекламируется. Освоение пространства, свобода. Вот реклама джинсов. Конечно такие молодые люди захотят штаны. Свободы хочется. Это сингапурская реклама креативная, так сказать. На самом деле креатив, так как понимают рекламщики, дизайнерам это слово не подходит, потому что это просто сюрреалистические элементы. Для дизайнеров креатив не существует. Для рекламы да, потому что это идея. Но и одна из рекламных компаний, мне кажется очень их неинтересных, это продвижение вранглер. Она тянется 20 лет. Значит мы звери под слоганом да, и варьируется. Вот это одна из вариаций трюк называется мы звери. Мы звери в разные экологические проблемы здесь поднимаются и как молодежь по звериному вся идет и ей нужны такие штаны. Ред вариант красный значит это 90-е годы и это одна из современных вариаций вранглер. Вот в целом проблема маркетинговых брендов и дизайна и маркетинга. Все у меня. спасибо. Вопросы есть? Нет? Слава Богу. Академия Спасибо.